Абортов в год Инициатива Русской Православной Церкви о запрете в России абортов, недавно поддержанная уполномоченной по правам ребенка в России Анной Кузнецовой, вызвала бурное обсуждение как в сети интернет, так и на страницах газет и, как говорят, на кухне. Сторонники такой меры считают, что в государстве не должно быть узаконено детоубийство, а противники оценивают ее как, если не возвратом к средневековью, то, по крайней мере, в советское прошлое. А как отреагировали на эту инициативу в Якутии? Сегодня мы это и постараемся обсудить. Не пропусти главное, и я ее ведущий Иван Луцкан. Добрый вечер. Ну, скорее всего, мой первый вопрос будет как раз представителю Русской Православной Церкви. Вначале сказали, что эта инициатива исходит от РПЦ, от лично патриарх ее озвучивал, и потом пресс-служба подтверждала его слова. Все-таки нужно ли государству выводить это из УМС, и что-то можно оставить? На наш взгляд, в УМС следует оставить только аборты по медицинским показаниям. По той простой причине, что Православная Церковь исходит из того, что начало жизни – это момент образования зиготы. И далее деление. Вот это уважение к человеческой жизни подчеркивается Церковью, и именно поэтому мы призываем вывести аборт из системы УМС. В то же время социальная концепция Русской Православной Церкви призывает оказывать снисхождение женщине, которая уже совершила этот поступок, и кается в нем. А большинство женщин, в общем, не от хорошей жизни совершают аборты и впоследствии сожалеют об этом. Поэтому говорить о средневековой какой-то позиции, в том смысле, что бесчеловечной и негуманной, тут не приходится. Вот я предлагаю сейчас с коллегами посмотреть небольшой сюжет, а далее продолжить наш разговор. Два года назад студентка Анна случайно забеременела и, не найдя поддержки ни возлюбленного, ни родителей, решила пойти на аборт. Но врачам удалось тогда ее убедить оставить ребенка. У меня ребенку полтора года, сын. А так у меня могло бы совсем по-другому. Я пришла сначала сюда на аборт, была студентом. А сейчас у нас все хорошо. А не повезло, что ее вовремя направили к психологу. Но такие специалисты, к сожалению, есть далеко не во всех женских консультациях. Это очень хорошие показатели. В среднем это 11,7%. Женщин после нашего консультирования сохраняют беременность и рожают. И очень отрадно то, что они заходят через два года, через три года и говорят спасибо, чтобы нам помогли сделать правильный выбор. Отсутствие психологической поддержки близкого человека, родных, а вовсе не социальные причины, как принято считать, толкают женщин на аборт, уверены врачи. Инициатива патриарха Кирилла о запрете абортов, хотя, как выяснилось позже, речь идет об исключении этой процедуры из ОМС, все же медиками воспринимается неоднозначно. У каждой женщины должен быть репродуктивный выбор. Мы, как гинекологи, в первую очередь боимся осложнений со стороны репродуктивной системы женщины. Во-вторых, возрастет количество криминальных абортов и возрастет материнская смертность. Ежегодно в России, согласно официальной статистике, проводится порядка одного миллиона абортов. Тратится 5 миллиардов рублей из бюджета ОМС. Одни сторонники запрета абортов предлагают эти средства направить на помощь малоимущим. Другие настаивают на запрете в стране устанавливать бэби-боксы и продавать таблетки для прерывания беременности. Впрочем, эксперты считают, что эти попытки вряд ли улучшат демографическую ситуацию. А что считают рядовые граждане? Там бабушки будут где-то абортировать. И очень много гибели у людей, женщин и детей будет. Я считаю, что если это криминальное, например, изнасилование, тогда можно, конечно. А так, просто так, лишать ребенка жизни, я считаю, это неправильно. Не то, чтобы я за аборт, и, конечно, против, но совсем запретить, думаю, нет. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что взвешенное решение по абортам специальная рабочая группа разработает до конца года. А окончательное решение в виде законопроекта уже примет новый состав Госдумы, который накануне приступил к своей работе. Туяра Филипова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Насколько известно, инициативу Патриарха поддержала и Уполномоченная по правам ребенка, о чем я сказал выше, и другие религиозные конфессии, в том числе мусульмане. Но прежде чем спросить, по каким мотивам, я бы хотел уточнить у представителей медицины, здесь Татьяна Юрьевна Павлова, главнокушер, гинеколог Минздрава. Все-таки в Якутии дела обстоят иначе, чем в целом по стране, цифры вот несколько иные, или же все-таки картина такая же? На сегодняшний день тема абортов – это одна из острых социальных проблем в Российской Федерации. И необходимо понимать, что аборт – это не только медицинская, но и социальная проблема, которая демонстрирует нравственный уровень общества. Очень хорошо, что вот в последнее время к обсуждению данной актуальной проблемы присоединяются представители разных обществ. У нас в Республике Саха-Якутия за последние годы уровень абортов, показатель абортов снижается. Но, к сожалению, на сегодняшний день данный показатель у нас выше, чем среднероссийский. Вот. И вот предложение в законопроект о выводе абортов из системы МС, вот на наш взгляд, мы думаем, что методами запретов, наверное, нельзя что-то решить. С одной стороны, когда выведут аборты из системы МС, возможно, женщины, когда начнут платить за медицинскую услугу по прерыванию беременности, это заставит женщину задуматься, да, не только женщину, но и семью. Возможно, это повысит ответственность женщины и семьи в целом к проблеме абортов. Но, с другой стороны, мы опасаемся, что не для всех женщин аборт станет доступным. И это может привести к развитию теневого абортного бизнеса в Республике и в стране в целом, что будет иметь очень печальные последствия. Здесь вот коллеги соглашаются, да, вот вы в чем видите, что проблема будет все-таки? Ну, в послевоенное время, когда резко отменили проведение абортов в медицинских учреждениях, очень выросло количество смерти женщин. Смертность увеличилась. И поэтому резко отменять, запрещать аборты, это в любом случае приведет к отрицательным отношениям и к смертности. И очень экологично надо к этому относиться. Вообще, прежде чем отменять... Моё мнение, как у полномоченного по правам ребёнка, я хочу сказать об одном. Надо думать о репродуктивном здоровье женщины. Она сегодня не может, но завтра она должна родить. И об этом мы должны думать в первую очередь. И мы должны говорить о том, что здоровая женщина должна родить здорового ребёнка. И прежде чем отменять, запрещать, перед этим нужно обязательно подготовить молодёжь, подготовить, проводить общество к тому, чтобы информировать, пропагандировать. Счастливое материнство, именно счастливое материнство. Здоровый образ жизни, да? Здоровое материнство. Потому что сейчас в обществе идёт... Вот я практикующий психолог, который с этим сталкивается каждый день, да? Сейчас многие могут согласятся, что многие семьи считают, что ребёнок — это дорогое удовольствие. И многие говорят, что зачем рожать на счету, хотя семья находится в среднем достатке. И может себе и второго, и третьего позволить, да? И вот почему-то в обществе сейчас идёт такой стереотип, что ребёнок действительно дорогое удовольствие. Сейчас надо, как говорится, разбить этот стереотип. Ну вот опять же, да, возвращаясь к обществу, вот Верховный Муфти России, к примеру, он тоже за запреты аборта. Вот Мусамбик Султанович, всё-таки вы считаете, такие строгие меры сейчас в России и у нас в Якутии, они актуальны? Добрый вечер всем. И насчёт абортов в нашей религии сказывается однозначно, что лишение человека жизни — это очень большой грех. И в Священном Писании в Коране всемогуще говорит, что не убивайте своих детей из-за нищеты, боясь, очевидно, нищеты. Ибо мы кормим и их, и вас. То есть нас кормит Всевышний. И боясь нищеты каких-то других вот этих социальных сторон, лишать, идти на аборт и убирать вот этих детей. Я считаю, это религия, она считает это преступлением. Здесь, когда лишается жизнь человека, это жизненно, священно, неприкосновенно. И когда вот женщина беременеет и она идёт на аборт, это уже делает она это уже преступление. Только в исключительных случаях, которые очевидны, в исключительных случаях допускается по нашей религии, допускается аборт. В исключительных случаях, это когда женщина, женщина грозит, его здоровье грозит, вот эта беременность, когда грозит. И другие вот несколько случаев, но основной вот этот, и несколько случаев, которые могут, может она, женщина, пойти на аборт. Вот вы как раз сказали, что есть этап нищета и так далее. И вот были трудности, когда у народа Саха, когда они не могли воспитать, они, я знаю, отдавали воспитывать детей в другую семью. Издревле в народе Саха, как сказать, существовали, конечно же, традиции свои, связанные с воспитанием детей, с деторождением. И вот, допустим, рождение ребенка считалось высшим даром. Это благословением небесных Аи. И вообще не знали, как сберечь ребенка. Вообще в народе Саха не существовало понятия абортов. Вплоть до 30-х годов прошлого столетия якутские женщины рожали до 20 детей. Но, к сожалению, из-за социально-бытовых проблем, из-за отсутствия медицинского обслуживания, большинство детей умирало. И была очень высокая смертность детская и материнская также. По канонам якутской веры и по человеческим канонам, умиршивление живого существа является большим грехом. Это безнравственно. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Сейчас перейдемся на небольшую рекламу и продолжим дальше. Не пропусти главное на канале НВК Собяк. У нас сегодня в студии уполномоченная по правам ребенка Анна Соловьева. Анна Фнастина, вы полностью согласны с вашей тезкой? Анной Кузнецовой. Давайте, во-первых, мы сразу определимся. Во-первых, Анна Кузнецова, она матушка, и она не имеет права говорить вообще о том, что аборты приветствуются. Конечно, они не приветствуются вообще ни у кого. Это первое. Во-вторых, надо поставить в вопрос правильное русло. РПС не говорит запретить аборты. РПС говорит о том, что надо вывести его из ОМС. Но давайте подойдем к этим цифрам. Вроде бы такая огромная цифра, 5 миллиардов, на самом деле это 0,01 бюджета Российской Федерации. И 5 миллиардов помощи тем малоимущим, это капля в море, потому что малоимущих очень много. И говорить о том, что эти 5 миллиардов решат проблему, это вообще ни о чем. Поэтому давайте мы будем говорить так, как именно РПС предлагает. Выводить аборты из ОМС или не выводить? Я считаю, выводить нельзя, потому что у нас очень много малоимущих семей, которым, вот именно, если даже есть показания, они должны проходить по ОМС. Потому что аборт в частной клинике, значит, стоит от 5 до 10 тысяч. Если женщина это не может заплатить, значит, будет спрос, будет и предложение. За меньшую цену криминальный аборт. Опять же, тогда возникает другой вопрос. Если вы считаете, что нельзя выводить, тогда какую-то надо проводить профилактику аборта. Вот какая-то история. Это уже другая история. Это надо говорить о том, что наших мальчиков и девочек надо воспитывать вот именно в морально-нравственных ориентирах. Что это плохо, это нельзя. Это, если уж со стороны, значит, церкви и других конфессий рассматривать, это грех. И вообще это действительно грех. Поэтому нам надо обучать детей, как правильно вести себя во взаимоотношениях женщины и мужчины. Вот опять же дети, да? Я совершенно с вами согласна, потому что мы должны пропагандировать здоровую семью. Да. Да. И должны пропагандировать добрачное целомудрие. Да. И должны пропагандировать счастливое материнство. Да. Но если все-таки, если это произошло, вот все-таки девушка забеременела, и мы не должны, вот если мы отменим аборты, этим самым мы загоняем молодую женщину, неимущую семью, в угол. Они не могут в ясли ребенка отдать, если вот они родят. Если он родится, ну допустим, неполноценный, тоже вот получается, семья уже дальше обращает внимание только этому ребенку, она его лечит. Дальше она уже не может иметь дальше, ну, еще детей, потому что она будет полностью во всем воспитывать. И этот ребенок вырастет, и он же не сможет без матери обойтись полностью. А если умрет мать, получается ребенок, взрослый уже, никому уже не нужно, останется беспомощной. Поэтому загонять в угол запретами аборты нельзя. И это я вот как общественность, допустим, выражаю свое мнение. И еще я хочу сказать, что все-таки, когда ненужная, то есть беременность запланированная, да, вот, все-таки мы говорим, что ребенок уже чувствует это, да, вот, существует такая связь с мамой. И поэтому, конечно, этот ненужный ребенок в будущем, когда рождается, это, скорее всего, ну, наверное, детдом, да? Это не счастливый ребенок. Давайте слово дадим представителю, да, Эрбут? Я знаю неоднократно случаи, когда женщина не хотела ребенка, да, но ей помогли в определенный момент, да, помогли ей родить, помогли материально, в том числе поддержали морально. И в дальнейшем складывались, да, конечно, были какие-то сложности, были какие-то сложности, многие женщины не готовы бывают к материнству, но в дальнейшем складывалась любящая семья, часто одинокая, да, потому что достаточно часто женщины избавляются от нежелательной беременности, если у них нет мужа, да. Вот, что касается малоимущих семей, ну, вот мне кажется, что реально малоимущим семьям как раз надо помогать, потому что люди же идут на аборт не потому, что они на самом деле хотят убить ребенка, да, а не потому, что им действительно не хватает денег. Вот тут ситуацию, которую, ну, сейчас вот как раз перейдем немного, вот Евгения затронила кризисную ситуацию, которая возникла вот в той семье у той женщины, и вот этих кризисных центров хватает или нет? Нет, вот я конкретно вам скажу, что у нас в республике 19 кризисных центров, но они обращены лицом только к родившимся детям и к семье в кризисной ситуации, но никак не к беременным, которые, вообще-то у нас государство охраняет беременность. У нас аборт разрешается только до истечения 12 недель, об этом надо знать, и поэтому мы будем говорить о том, что аборт это уже, скажем, не нашим государством не, как бы, не одобряется. У нас говорят, если 12 недель, все, ни один врач не согласится уничтожить этого ребенка. Можно я здесь добавлю? Значит, на сегодняшний день для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вот Министерством здравоохранения в республике создан центр кризисный для поддержки вот именно таких женщин. Вот представитель сидит, психолог Марина Фримовна в городе Якутске, она работает в Центре охраны здоровья, семьи и репродукции. Также у нас в 11 центральных районных больницах созданы кабинеты кризисные, тоже для поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но все равно этого мало. Но этого мало. На сегодняшний день наша задача практически во всех женских консультациях создать эти центры. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас проблемы со штатными единицами, но мы эту работу проводим. По муниципальным образованию и плюс по-городски. Да. Вот. И эта работа сейчас продолжается. И в течение вот буквально двух лет мы создали 11 этих кабинетов при центральных районных больницах. А вот центр кризисный, он у нас работает третий год. И Марина Фримовна, как раз она является координатором всей этой медико-психологической службы для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Марина, вот сколько предотвратили абортов? Если вот смотреть по показателям, по республике за 2015 год у нас 10% женщин сохранили беременность за 9 месяцев 2016 года. Это у нас по городу, я могу сказать, это 11,7%. Это 12% женщин, которые после консультирования сохранили беременность. Ну вот врачи все говорят о том, что все-таки запрет абортов может привести к наплыву женщин по поводу осложнений после проведенных подпольных, некачественных, где нет лицензии и так далее, так далее. Вот все-таки в пору развития медицины и медицинских технологий эта процедура по-прежнему связана с таким серьезным риском? И сколько это стоит в частных клиниках? Вот вы говорили 5-10 тысяч, но мне кажется, все-таки где-то вам нужно. Ну где-то примерно так и стоит в частных клиниках. Ну у нас с 2013 года медикаментозные аборты проводятся бесплатно. Включены в ОМС? Да, в ОМС. Это медикаментозный, еще называется бархатный аборт, то есть он не прибегает никаким инструментам железным, которые уродуют, можно сказать, женщину. Ну да, вот хирургические методы у нас как бы стараются сейчас не применять, вот, и дают они меньшее количество осложнений. Но все-таки, все-таки очень жалко, что у наших женщин, особенно у молодых женщин, сохраняется абортный менталитет, который как бы не направлен на повышение репродуктивного здоровья. Думает, забеременела, сделала аборт и все. Некоторые женщины говорят, ну спрашиваешь, были аборты? Ой, был так давно. Это не значит, что аборт не догонит осложнением своим, да? А то, что аборты у нас будут как бы платные, это можно предположить, что женщины не смогут оплатить эту услугу, потому что это дорого, да? И женщины будут прибегать к более таким дешевым методам, это обращая медикаментозные средства, ну, в немедикаментозных учреждениях, да? Не медицинских учреждениях будут проводить, а осложнения очень плачевные, очень тяжелые, такие, как и воспалительные заболевания. А мы боимся чего-то невынашивания, то есть дети будут рождаться очень некачественные, слабенькие, больные дети, да? И бесплодие, вот, мы боимся, особенно у молодых, маленьких, ну, девочек. Вот вы сказали на Талибанах по поводу образования, да? Вот все-таки кто более безграментен? Это девочки-подростки, это молодые девушки без образования, выросшие в семье с низким достатком. Для них купить презерватив, это не то, что оплатить услугу, получается, в платной клинике. Да, это для них тоже проблема. Вот все-таки, Анна Хнастинова, здесь мы с вами до эфира тоже обсуждали. Вы знаете, к сожалению, вот у нас в республике Саха-Якутия ежегодно, значит, через аборт проходят где-то более 300 девочек. Это считается высокой цифрой. Это девочки, которым не исполнилось 18 лет. Это очень, могут иметь очень тяжелые последствия. Поэтому мы еще раз говорим о том, что необходимо об этом говорить в семье. То есть папа и мама должны воспитывать свою дочь и своего сына. Вот как раз вы сказали про папу, да? Да. Ну что, все о женщинах, да, женщинах. Да, именно папа. А вот папа тут есть, да? И не один. Значит, Леонид, вы многодетный отец. Ну, в некоторой степени можно сказать так. Да. Вот все-таки какое ваше отношение? Это какое ответственность? Вы знаете, я очень рад, что прояснилась картина касательно инициативы Русской Православной Церкви все-таки. Потому что в средствах массовой информации, ну, эта самая информация, она крайне противоречива, вплоть до полного запрета абортов, как это сейчас инициируется в Польше, например. И я очень рад, что дело обстоит не так мрачно, как хотелось бы некоторым журналистам, но оставим это. Совершенно правильно заметили о том, что необходимо, ну, грубо говоря, воспитывать нашу молодежь в положительном моральном ключе. И вот, вы знаете, я просто скажу, вот папа сидит, ему очень сложно говорить, потому что папа сам не знает, как это сделать, как профилактику сделать. Это действительно такой большой этический вопрос. Как ты можешь разговаривать со своим ребенком о том, чтобы, как говорится, преждевременно не сделать ребенка играючи. И поэтому мы приняли закон о родительской ответственности. Это говорит о том, что наше сообщество должно с врачами грамотно говорить о том, как нужно сохранить, сберечь свое репродуктивное здоровье. Вот о чем должна идти речь. Не о том, что просто запрещать, а вот именно учителя должны грамотно подойти к врачам и врачей приглашать. Врачи тоже не знают, как разговаривать с родителями, у них нет методики, тактики. Но это все надо совершенствовать, это надо с психологами работать. Образовательные проекты? Да, и необходимо, чтобы в наших школах был родительский всеобучий. Ну вот мы поэтому сегодня в студии пригласили представителей и религиозных конфессий, и традиционного верования, и просто активистов, чтобы как раз таки обсудить, каким образом реализовать этот образовательный проект. И об этом мы поговорим сразу после рекламы. Мы продолжаем наш разговор в студии. Вот, Леонид, как раз по поводу образования детей и так далее. Дело в том, что вот моей старшей дочери уже 19, и как раз когда, ну, было такое время, когда нужно было разговаривать о каких-то вещах таких, соответственно, мне как отцу такие разговоры даются очень тяжело. Это вполне понятно, да? Потому что, ну, вот с младшим мальчиком мы пока об этом не разговаривали, ему только 4 будет, поэтому, когда мы с ним поговорим, это дело 10. Вот, дочка с моей женой, они пошли к врачу, и врач им очень достойно, очень хорошо, очень деликатно все объяснила. И дело в том, что, ну, так уж совпало, да, что я тоже представитель религиозной конфессии, мы семья христиан-протестантов, поэтому, естественно, мы тоже отрицательно относимся к абортам, но вместе с тем, ну, как бы, живем в светском государстве, соответственно, ставить религиозные постулаты выше светских законов, это как-то немножко, ну, не комильфо. Вот, и, соответственно, дочка у нас воспитывается в христианском ключе, и, естественно, она понимает, что добрачные связи, беспорядочные какие-то половые отношения, это опасно, это нехорошо, и в дальнейшем это будет иметь очень негативные последствия. Вот опять же, вопрос о контрацепции. Вот мы с коллегами тоже поговорили по поводу отношения религии к самой контрацепции. Если аборты плохо, то контрацепция – это плохо или хорошо? Значит, русская православная церковь категорически негативно относится к абортивной контрацепции, которая относится, например, к спирали. В известной степени гормональную контрацепцию, потому что там есть вероятность того, что могут создаться условия для того, чтобы плодное яйцо не закрепилось. Поскольку считается православной церковью, что жизнь начинается с момента образования зиготы, то есть еще до прикрепления, то к гормональным контрацептивам тоже отношения настороженные, скажем так. То есть, понятное дело, что это все совершенствуется, и в том числе эти контрацептивы тоже, но отношения такое, сдержанные. Барьерная контрацепция разрешена. Мне кажется, здесь вопрос воспитания молодого поколения упирается во многом еще, простите, в не очень хорошее положение у нас в обществе, до сих пор сохранившихся у женщины в целом. Дело в том, что очень часто женщину толкают на аборт по той простой причине, что я нисколько не идеализирую наше общество, я понимаю, что только призывами к целомудрию мы никаким образом не остановим волну абортов, потому что сексуальная революция уже прошла, религиозных людей, к сожалению, не так много, как хотелось бы. По факту часто оказывается так, что мужчине неприятна барьерная контрацепция, женщина либо сиди ешь таблетки, а если что-то сорвалось, иди под нож. Мне кажется, что в нерелигиозных семьях, где не могут, скажем так, и в тех семьях, где вопросы добрачных отношений не считаются, скажем так, нет очень высоких мотивов их избегать, очень серьезных, мне кажется, нужно воспитывать девочку, будущую женщину, в уважении к себе в первую очередь. То есть право на распоряжение своим телом начинается, на самом деле, задолго до аборта. Это такая феминистская риторика, что женщина должна иметь право распоряжаться своим телом. На самом деле право распоряжения своим телом начинается задолго до аборта. Она начинается с того, что молодой человек начинает слишком активно распускать руки, она смущается и не знает, как сказать, что нет, она еще не готова. Она начинается с того, что человек не уважает ее какую-то стыдливость, Ну и заканчивая, и как бы продолжается тем, что он не уважает даже ее девственность. Ну ладно, допустим, может быть девушка без таких нравственных представлений, но он же может не уважать ее и как будущую мать. Вот, Мусамбик Суланович, у вас отношение в плане контрацепции все-таки у ислама? Ну вот как заметили коллеги, они говорят правильно, воспитание, конечно, должно быть на первом месте, в первом плане. Если бы все люди придерживались религии, если бы все боялись бы Творца Господа, конечно, они не приближались бы к этому греху. Вот, и в отношении мужчин, в Священном Писании написано, что мужчины стоят над женщинами, и они должны оберегать честь, достоинство женщин. Если бы все мужчины этого понимали бы, как правильно сказал представитель православной церкви, и не распускали бы свои руки, себя, и в этом направлении, конечно, было бы хорошо. Просто не все это понимают. Вот эта проблема у нас есть. Есть люди вообще, которые ни во что не верят. Просто они живут сегодняшним днем, сегодня им хорошо, и все, на этом как бы у них, вот это они считают жизнью. О завтрашнем, в дальнейшей жизни не думают. Валентина Ивановна, у народа Саха. В традициях народа Саха понятия абортов и контрацепций, конечно же, не было. Но в современности это имеет место, к сожалению, и мы относимся к этому очень сдержанно. И вот в первую очередь по этому вопросу надо менять сознание, указывать на то, какой духовный и физический вред наносят и аборты, и в том числе и контрацепции, и здоровью, и жизни человека. Таким образом. И в первую очередь надо вести просветительскую, профилактическую работу. Вот все сегодня об этом высказались, да? Но вопрос, как? Да, вот говорили посредством кризисных центров. Я немножко могу добавить. Например, из опыта кризисного центра у нас что проводится? Да, у нас установлены социальные связи. То есть к нам в центр для юных, да, для молодых мам приходит управление социальной защитой. Они проводят беседы, какие меры государственной поддержки есть для семей. Также пропагандируют, ну, там, многодетные семьи, какую там поддержку получают. Плюс к нам приходят юристы, да, потому что трудовые права беременных женщин очень часто нарушаются. Например, бывает так, что, конечно, это в договорах не пишется, но говорят, например, если в течение трех лет, да, или, ну, девушка забеременеет и будет рожать, все, про счастье сработает. Такое тоже очень часто встречается. Негласно, да, говорят об этом. Также к нам центр занятости и труда, то есть, да, возможность продолжить образование, что беременность — это не инвалидность, я с ними вот так разговариваю, что это начало нового, да, всего хорошего и позитивного. И в этом помогают вот наши социальные партнеры, вот, общественные деятели, да, Лига женщин, Матери России тоже, которые пропагандируют именно здоровое и счастливое материнство. То есть здесь общественники? Да. Коллеги еще, может быть? Ну, я хочу дополнить, что с этого года Матери России, Якутское региональное отделение общественного движения, вышли с инициативой, чтобы были уроки по семейной этике, и вот в восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов у нас Министерство образования допустило такие уроки. И поэтому я считаю, что, в общем-то, все давно забытое, снова начало работать, и я думаю, что это тоже принесет свои плоды. Но вот нам необходимо именно родительский всеобуч. Вот папа сознался, что сложно, трудно, и он честен, это действительно так. И поэтому тут не надо уповать на Бога, на Бога надейся, но сам не плашай. Поэтому вот обязательно необходимо, вот именно, я вот с матушкой тоже согласна, извините, с вами тоже согласна в том, что девочек надо обучать, именно соблюдать свое здоровье, быть здоровым. Опять же, кто должен обучать? Медики? Нет, вы знаете, медик должен прийти в класс, например, да, там сидят, например, 30 родителей, 30 родителей, 30 женщин, 30 мужчин, и она, врач приходит и сразу вот обучает. А они домой приходят и обучают своих детей своим семейным языком. Вот так должно быть идеально. Мы с вами все-таки коллеги, да, иногда мы сталкиваемся с того, что медики, ну, иногда, ну, высказать свою мысль не могут, да, где-то, может, тушуются тоже перед аудиторией. Вот как вот эту проблему может быть решить? Не всегда медик готов выйти в аудиторию и такие вещи рассказывает. Ну, на сегодняшний день, вот каждый акушер-гинеколог, каждая акушерка, она каждый день проводит вот санитарно-просветительскую работу. Это ее обязанность, да, это кто приходит. Но кроме этого, она активно выходит на средства массовой информации, в газетах, она всегда, наши вот медицинские работники, они публикуются, они выходят на вот организации и вот в районах, и вот в городе Якутске у нас тоже выходит. Да, еще волонтерское движение, вот я хочу сказать про волонтерское движение нашего медколледжа. И они тоже студентки, студенты-медики, они тоже берут на себя обязанность просвещать нашу студенческую молодежь. Потому что студенты, это как раз та группа риска, которая чревата осложнениями, о чем мы сегодня все говорим. Обучение равных называется, волонтерское движение. Вот волонтерское движение. Правда, обучает медики, но опять же, когда это может потеряться ответственность. Почему медики? Дети медики идут. Студенты медицинского колледжа, они идут по учебным заведениям и обучают тоже студентов. И наши студенты тоже медицинского института. Еще можно я скажу, да? Я, конечно, согласна вот с представителем духовенства, что действительно нужно воспитывать девочку, да, чтобы ее уважали. Но почему-то мы забываем и о мальчика-подростка. Вот вырастет он тоже, как бы, тоже он должен уважать девочку, должен уважать будущую, как бы, маму. Ну вот как раз, да, Наталья Ивановна, вы правы, да? Я вот хотел бы завершить нашу программу. Время подходит уже к концу, что если в постсоветское время отношение к многодетным семьям в обществе было, мягко сказать, неодобрительным, то сейчас многодетная семья – это норма, и это приветствуется. В школьных классах половина, а то и больше детей из многодетной семьи. И вот самое главное, как правильно сегодня вы все сказали об этом, что если женщина будет участвовать рядом в поддержку мужа, родных и государства, она будет так дорожать. Так что не за претом, возможно, надо решать эту проблему, а привлечением вниманием, конечно. Как сказал однажды древний китайский философ Лао Цзи, когда в стране много запретительных...